Музыка Выдающийся художник и аниматор Александр Алексеев на родине в России известен куда меньше, чем за границей. Но, пожалуй, одно его изобретение известно во всем мире. Игольчатый экран. Для одних веселая игрушка, для других графический шедевр. На первом канале, включение из Петербурга. Здравствуйте. Почти все, что известно об Алексееве, сказано самим Алексеевым. Великий трудоголик даже в своих мемуарах рассказывал больше о работе, чем о себе. Возможно, поэтому мнения о нем противоречивы. Во Франции его считают французом, в России за русского и даже американца за своего. Его талант признают, его труды исследуют, его пытаются превзойти. Вот такой человек, как Алексеев, который фактически свой художественный путь начал уже во Франции. Он только приехал, когда ему было 18 или 19 лет. Но его исходное воспитание, формирование, как человека, произошло в России, он сумел действительно найти этот сплав. Марк Иванович Башмаков считается самым известным в Петербурге почитателем творчества Алексеева. В его доме собраны практически все полиграфические работы мастера. Афорты, книги, иллюстрации, редкие именные издания, которые не видели свет даже в Париже. Посмотрите, вот это афорты, сделанные к запискам сумасшедшего. И сделанные потом всего в ста экземплярах. Она была, эта книга, издана и сделала имя Алексеева очень известным. Эти работы потом уже фотографическим способом воспроизводились. Коллекционеры прекрасно уживаются, физик и лирик. Всю свою жизнь Марк Иванович занимался точными науками, а книги Алексеева собирал для души. Постоянно мотается в Европу. Там, в букинистических лавках, он и находит раритеты. За всю свою жизнь Александр Алексеев проиллюстрировал более 50 книг. Считается, что именно он приучил Запад читать русских классиков. Говорят, что в искусство он пришел со своими технологиями. Уникальный способ создания афортов с помощью игольчатого экрана теперь уже стал историей. Времяница художника Елена Исаевна хранит у себя небольшую модель этого изобретения. Создавать картины на нем можно за считанные секунды. Я не очень люблю, конечно, свой профиль, но тем не менее. Зато это показывает, как можно соблюсти вот этот принцип передачи изображения. Ну вот так. Изобретение игольчатого экрана в этом году исполнилось 75 лет. Это предшественник телевидения и компьютерной графики. С помощью него Алексеев создавал рекламные фильмы и анимацию. Новинка позволяла проиллюстрировать движение объектов света и тени. Тогда Алексеев назвал это четвертым измерением. А все благодаря тысячам, миллионам иголок, которые создавали основу полотна. Его первая жена тоже, кстати, невероятно талантливая актриса Гриневская. И дочь Светлана, моя троюродная сестра, ходили по всему Парижу и скупали иголки. И это есть в воспоминаниях моей сестры, как продавщицы этих вот универмагов, где они были, и скупали иголки где-то примерно одинаковые величины, говорили. Опять пришли эти сумасшедшие русские за иголками. О своих родственных связях с известным художником-графиком племянница Александра Алексеева узнала случайно. Теперь она, да, пожалуй, еще несколько поклонников творчества продолжают дело Алексеева. Благодаря Елене Исаевне о нем последние годы узнали в России. Самое главное, что это мне дает, вот, как вам сказать, момент новых открытий в моем-то возрасте, способность снова и снова удивляться, восхищаться. Одна из первых книг, над которой работал Алексеев, была «Доктор Живаго». Киноведы говорят, что все иллюстрации в романе существуют по законам кинематографа. Игольчатый экран дал возможность создать 200 иллюстраций всего за 4 месяца. В книге об анимации я увидел один кадр из фильма «Нос», и меня он просто заворожил. Я смотрел на кадр, знаете, когда увидишь кусочек картины Ван Гога или Пикассо, сразу как-то представляешь все творчество, все целиком. Я понял, что этот человек сразу. В этом году роману «Доктор Живаго» с иллюстрациями Алексеева исполняется полвека. По этому поводу книгу решили переиздать на русском. Это третья книга в рамках проекта «Возвращение художника на родину». Никогда не был этот цикл опубликован в России. Никогда не был опубликован с русским текстом. Мы впервые представили текст романа ровно через 50 лет после выхода издания на французском языке. Впервые представили его на русском языке вместе с текстом романа. Невостребованный когда-то Александр Алексеев сегодня вновь почитаем в своей стране. Дмитрий Пищокин, Алексей Лабушкин, Андрей Кремешов, Алексей Фролов. Первый канал Петербург.